Здравствуйте! Вы находитесь на канале Непричесанный Кюбек. И сегодня я хотел бы рассказать немножко, показать, рассказать точнее о таком районе в Монреале, как Лашин. И, соответственно, показать его немножко. Ну, вообще, если посмотреть на само название, Лашин, это переводится как Китай вообще. Ну, вот такой вот местный Китай. А вот там вот уже полицаи кого-то останавливают. Ну, вот дальше поехали. Сейчас, может быть, меня повяжут. А вот здесь вот такой вот уже прежде-рождественский елочный базар. Вообще, здесь летом до того, как начался гадский вирус, был такой рыночек, где всякие цветы продавали, овощу какую-то. Ну, в принципе, крытый рынок, он до сих пор тут существует, на нем что-то продают. Ну, а открытые вот перевели в разряд елочного базара. Я вот думаю, может быть, и мне купить елку. Ну, вот такой вот Китай. Название в чем-то оправдывает себя, потому что сейчас на встречу прошли две китаянки. Ну, вообще, как бы район тоже этот заселялся в свое время работягами. Вообще, здесь через, в том числе, этот район проходит такой канал Лошин, который, наверное, получил скорее, сложно сказать, то ли район этот получил имя по названию канала, то ли канал по названию района. Ну, кстати, мы видим какую-то пожарную, пожарную каланчу, по всей видимости. Канал вообще сам по себе был вырыт для того, чтобы обходить так называемые рапиды, это пороги на реке Святого Лаврентия. Я их снимал в таком видео про район Вердан, и поэтому в XIX веке прокопали канал между рекой Святого Лаврентия и озером Сент-Луис или Сан-Люис. Вот мы видим как раз застройку такую, наверное, из тех времен или близких к тем, когда канал этот копали. Ну, вообще, сам канал, он существовал с 1825 года, когда его открыли, и закрыли его для судоходства только в 1970 году. Ну, на самом деле, канал, он такой достаточно мелкий и небольшой, и подходит, мне кажется, больше для такого молотоннажного речного, молотоннажных речных судов. Ну, здесь находится местная полицейская станция. Прямо, вот, слушайте, с тех времен, это, наверное, начало XX века, скорее всего, здание. И, собственно говоря... Хотя, на самом деле, вот я не вижу здесь полицейских машин, возможно, это просто вывеска осталась. Домик вообще этот, это здание местной мэрии. Но здесь не только мэрия расположена еще и местная ГАИ. А вот перед ходом мэрии расположена такая вот скульптурная группа какого-то местного маэстро, Пьер Жиль Дебоа, его имя. И это фонтан ДВИ, то есть фонтан жизни, или еще купальщица у него такое имя. Ну, такая достаточно странная форма местной скульптуры. Ну, а вот, собственно говоря, сам канал Лошина, о котором я говорил. Ну, на самом деле, он достаточно длинный, на нем, по-моему, около пяти шлюзов, и вдоль него в основном расположены промзоны. Но вот здесь он как раз проходит через жилую застройку канала Лошина. Вот тут вот мы видим, что есть достаточно популярный, на самом деле, в обычное время итальянский ресторан. Обычно тут достаточно много в нем тусуется, заходит и выходит людей, но сейчас они работают только на вынос. Ну, а вдоль канала сейчас, по сути, расположена такая рекреационная зона. Вот, типа парка, люди гуляют. Вот на той стороне дальше, там такой, типа, вытянутого в длину острова, с причалами для лодок. Но мы туда пройти не сможем отсюда, там как-то люди заезжают на автомобилях. Ну, вот, собственно говоря, такой вот канальчик с парком, с парковой зоной вдоль него. Ну, вот, тут у нас такой местный районный собор католический имеется в окружении такой достаточно колоритной кирпичной застройки. Тоже когда-то здесь вот был, походу, ресторан, но нема того, что раньше было, как пелось в известной песне группы Песняры. Ну, вот он же, собор, только с фронтальной части. Вот, мы, в общем-то, можем видеть, что вообще застройка здесь несколько отличается от обычной монреальской, которая в основном представлена такими разными дуплексами и триплексами, обложенными якобы кирпичом. А вот здесь такая больше похожа на застройку в американском стиле. Хотя вот есть тоже вот тот же дуплекс там с гаражом и так далее. Но вообще дома видно, что довольно-таки старые и немножко-таки отличающиеся от того, чем в основном монреаль застроен. А вот это никакой не католический собор, хотя так можно подумать, глядя вот на, так сказать, экстерьер, все эти кресты. Та вот на крыше статуя, то ли не могу разглядеть кого, наверное, Мадонны. А, это колледж Святой Анны, скорее всего, это вот Анна и есть. То есть это, на самом деле, колледж. По всей видимости, католический вот тут, насколько я понял, такой вот учебный корпус у него. Со входом вот прямо как в католический собор, похоже, чем-то. Ну вот, возле канала такой стоит старинный домик. Часто я даже не знаю, какого года постройки. Здесь, я так понимаю, в доковидные времена находился, ну, он сейчас находится, просто закрыт, музей, рассказывающий о торговле мехами с индейцами. В принципе, вот примерно чуть подальше, где-то в километре отсюда, находится старейшее здание Монреаля, построенное в 17 веке. Это как раз именно бывшая точка торговли мехами, куда индейцы, собственно говоря, на своих лодках там привозили шкурки. А у них их, соответственно, французские поселенцы, купцы, скупали для последующей перепродажи где-то там уже в более цивилизованных местах. Ну вот, еще такие образчики местной застройки напоследок. То есть вот таких вот домишках местные жители, в основном франкофоны и разнородные мигранты и обитают. Ну, собственно, вот он и есть, тот самый старейший домик. Но видно, что от него, от его старейшества осталось только основание, то есть сами стены, крышу уже настроили современную. Ну, по всей видимости, когда за него взялись, он уже был в достаточно плохом состоянии. Ну, в общем-то, перед вами старейшее здание Монреаля. То место, где размещался торговый пост для скупки мехов у индейцев. Ну, в общем-то, как-то так. Ну, и на СИМ буду закругляться. Напоминаю, что вы были на канале «Непричесанный Кюбек». Если вам понравилось видео, лайкайте, подписывайтесь, пишите комментарии. Также напоминаю, что у меня есть телеграм-канал. Ссылку размещу в описании. В телеграм-канале я пишу о тех вещах, о которых не говорю в видео. В принципе, там, раз в день, раз в два-три дня я там что-то хочу. Соответственно, тоже заходите, подписывайтесь. И всем пока. До встречи в следующих видео.